девчонки всем привет сегодня приехал на процедуру ламинирования ресничек у меня сейчас нет макияжа реснички такие как есть вы можете видеть до и после процедуры вы увидите какие будут после у меня очень классный самый приятный мастер мария хочу с вами познакомить и в общем приступаем к процедуру так значит если завиток нам нужен более прямой и в конце просто подогнутые реснички значит надо брать более большой вообще выбор бигудя зависит от натуральной ресницы буду показывать как это пример обязательно проверяем не остались ли верхние реснички под патчем значит нам нужен крутой завиток поэтому нам надо брать не очень большой бегут когда мы загибаем ресницы и выкладываем на бегут они должны при крутом завитке быть немножко больше половины бегутя но тут они явно уже доходят до перелома поэтому м как по-любому не подходит маленькая значит пробую еще эльку опять прикладываем бегут наверх накладываем реснички ну вот они в принципе до конца бегутя доходят ну можно и эльку эль-эль попробовать потому что в некоторых местах могут будут переламывать да вот она больше половинки ресницы уходят так значит благодаря или с помощью клея мы наклеиваем бегуть на века использую клей коди если он свежий наношу его на бегуть на внутреннюю сторону ждут секунд 30 пока он немножко схватится только после этого накладываю его на века если он не ну не очень свежий он просто открыт 22 часа он еще свежий может он в принципе хорошо берется сразу значит мы приподнимаем пальчиком века и выкладываем бегуть и ждем секунд наверное 15 пока он схватится потому что если сразу его положить то он может отлипать так теперь выкладываем реснички на бегуть сделаем это аккуратненько по чуть-чуть промазываем бегуть клеем и начинаем с внешнего угла выкладываем немножко направляя ресницы к внешнему углу направления задаваем клей достаточно свежий ресничка жесткая поэтому надо будет определенные усилия для того чтобы и время для того чтобы выложить реснички здесь конечно клея побыстрее ламинированием мы выдерживаем первый раствор от 8 до 12 минут второй раствор в два раза меньше чем первый и выдерживать будем максимальное время это 12 минут а вообще время выдержки от 8 до 12 минут и растворы в открытом виде можно хранить не больше двух недель так значит после окончания времени мы уже снимаем мы чистым сухим микробрашем или ватной палочкой можно и так и так раствор убираем с ресничек протягивая его наверх кончиком те реснички которые немножко открылись от бигуля мы можем на данном этапе повторно зафиксировать в основном это малыши вот эти хотя по идее не должны быть более мягче да так значит второй раствор это фиксирующий раствор он фиксирует ресницу в данном положении мы наносим также на прикорневую зону и выдерживать будем его в два раза меньше чем мы выдерживали первый раствор значит если мы выдерживали раствор номер один 12 минут это максимальное время то раствор номер два мы выдерживаем шесть минут вообще ламинирование это процедура накопления эффекта с каждым разом да уже после трех всего лишь после трех процедур и ресницы видимо становится плотнее напитанней центр над эффект от ламинирования то есть завиток держится полтора два месяца в зависимости от роста своих ресниц делать процедуру можно не чаще раз в месяц и у нас еще и будет третий раствор это серум он закрепляет все процессы но он будет после окрашивания сейчас мы после второго раствора будет делать как снимаем раствор сухой ватной палочкой протягиваем его так все минут наверное семь восемь и все и будем тебя отпускать так убираем остатки краски тухой ватной палочкой патч можно уже убрать на ламинирование конечно чаще всего использую ленту и ее фуну когда уже все выложила реснички и убираю так она попробует как глаз так ты понимаешь то что мы окончательно промывку глаз будем делать завтра ну или сегодня вечером сейчас я тебе такой щеточкой поубирала уже вот эти вот малыши чуть-чуть приподнялись вообще как бы ну тут такие жесткие ресницы можно даже знаешь минут 15 выдерживать так на будущее если ты вот долго выкладываешь ресницы можно и также наша процедура подошла к концу теперь у меня уже красивые пластки открытые получился такой эффект лисички в общем галочки немножечко вытянуты к сожалению сейчас может не совсем видно полностью окончательный результат я еще накрашусь и вы увидите полностью эффект как реснички выглядят вот уже совсем подкрашены накрашенные подкручены после процедуры ламинирования ресниц у нас прошли сутки сутки реснички нужно было не мочить ну как бы достаточно было в принципе от начала процедуры до следующего утра например надо было не мочить реснички потому что наносится завершающий последний лосьон который подпитывает ресничку и он остается на реснице определенное время пока она его немножечко напитает как бы подпитывает ресничку сейчас вы уже видите тот результат который я вот уже накрасила реснички завиток у нас получился среднем не очень подкрученным но это вы должны говорить уже непосредственно со своим мастером то есть какой вы хотите получить завиток более сильный более слабый более чтобы приподнят и были глазки открыты в общем результатом я очень довольна все мне понравилось меня получился эффект лисички так как внешний угол у меня очень удлиненный свои ресницы поэтому после того как я нанесла тушь они стали еще более вытянутыми реснички у меня достаточно длинная поэтому результат получился очень хороший процедура имеет систему накопления то есть с каждым разом если вы повторяете ее с интервалом месяц-полтора даже бывают два вот у меня девочки ходят на биозавивку каждые два месяца завиток становится все сильнее и сильнее но это опять же зависит от ваших пожеланий возможно вы не хотите такой мега сильно подкрученный завиток ну просто вы хотите как бы открыть и приподнять свой взгляд поэтому будет достаточно среднего завитка и так это была процедура ламинирования ресниц которые делали мне и у нас в студии тоже эта процедура появилась поэтому девчонки кто желает пробуйте приходите те кто не хотят наращивать реснички можете попробовать такую данную процедуру в любом случае это подчеркнет вашу внешность подчеркнет ваши глазки и будет выглядеть намного лучше чем вы просто накрасите тушью свои опущенные вниз там реснички поэтому я всем рекомендую эту процедуру всем пока пока до скорых встреч новых видео